Межрегиональный центр конькобежного спорта появится в Вологде на базе стадиона «Локомотив». Заниматься здесь могут спортсмены со всего северо-запада России. Проект модернизации объекта главе региона Олегу Кувшинникову представил глава Вологда Евгений Шулепов. Как могут быть реализованы масштабные идеи, расскажет Мария Поздеева. Усиленные тренировки у юной лыжницы Карины Рачковой три раза в неделю пропускать нельзя. Мечтой девочки и ее папы, чтобы Карина стала профессиональной спортсменкой. С глобальной реконструкцией стадиона «Локомотив» эта цель стала ближе. Ведь теперь оттачивать свое мастерство можно не только зимой. Стало лучше кататься. И раньше на роллерах вообще не катались, потому что дороги не было. А сейчас вот очень хорошо, и почти каждую тренировку катаемся. Сейчас в буквальном смысле слова «Локомотив» стал домом и для воспитанников Вологодской детско-юношеской школы Олимпийского резерва по конькобежному спорту. Теперь спортсмены тренируются до семи месяцев в году. Дорожка работает при температуре воздуха ниже плюс 10 градусов. Соревнования на этой площадке проходят разного уровня – от городских до всероссийских состязаний. Мы на этом не останавливаемся. Предлагаем дальнейшее развитие этого пятна, этого стадиона. Вот такой проект сегодня проработан. Для того, чтобы нам создать более благоприятные условия для занятий конькобежным спортом и хоккеем, значит, предлагается сделать вот такие вот навесы. Специальные навесы – это уже другие, более комфортные условия для занятий самих спортсменов, а также возможность как можно дольше сохранять ледовую дорожку с искусственным покрытием, в хорошем состоянии и дольше тренироваться. Проектом также предусмотрено строительство крытой ледовой арены на 300 мест и вместительной гостиницы современного типа. Планируется, что здесь разместится штаб-квартира по развитию зимних видов спорта. Для создавать новые имена в конькобежном спорте, хокке, лыжным гонкам, фигурном катании будут ведущие тренеры России. Я полностью поддерживаю ваше предложение о создании регионального центра. Я благодарю вам за то, что вы практически без привлечения федеральных и региональных средств, только за счет средств городского бюджета, вложили более 100 миллионов рублей в развитие изностранных структуры и не побоялись бросить вызов природе и построили единственную в России открытую ледовую дорожку с искусственным льдом, что дало потрясающий эффект. Уже в сентябре эскизный макет нового центра представят министру спорта Виталию Мутко. Но уже сейчас специалисты уверены, в появлении такого уровня спортивных объектов в России заинтересована и федерация. Сейчас концепция Минспорта такова, что нужно создавать региональные центры. И программа, следующая программа, которую разрабатывает федеральная церковная программа Минспорт 16-20, она будет сориентирована именно на создание федеральных и региональных центров. И мы надеемся зайти в эту программу именно со второй очередью этого проекта. Кроме того, глава региона подчеркнул, базироваться такой объект должен именно в Вологде, потому что областной центр уже сделал большой шаг в сфере развития спортивной инфраструктуры. За последние несколько лет здесь построен спортивно-концертный комплекс Вологды на 3000 мест. Запущена ледовая арена, капитально отремонтированный спорткомплекс юбилейный бассейн Динамо. Появились два современных школьных стадиона с искусственным покрытием. Безусловно, локомотив в этом списке лидер и по идее по практическому применению, причем на всероссийском уровне.